Музей истории посёлка и фабрики имени Владарского насчитывает более 6,5 тысяч экспонатов, которые собирались, что называется, всем миром. 90% экспонатов принадлежат жителям поселения. То есть это общественный музей принадлежит многим людям, которые продолжают пополнять экспонаты. У нас и общественные организации экспонатами помогают, и выставки, которые мы делаем, они тоже нам помогают в экспонатах. Хранитель и экскурсовод музея Елена Владимировна Сорокина трудовую деятельность начала на родной фабрике, в профсоюзной библиотеке. Там же на предприятии был и музей боевой славы. Перестроечные времена и музей-библиотека могли бы быть утраченными. Но этого не случилось. Благодаря неравнодушным жителям и, конечно же, Елене Владимировне. Которые вместе с единомышленниками и энтузиастами краеведения не только сохранили накопленный фонд музея, но и продолжают принимать экспонаты по истории своего поселка и фабрики. Глава района Олег Хромов, поздравляя посельчан с юбилейной датой музея, вспомнил и о своем первом его посещении. Мое знакомство с Еленой Владимировной. Она провела такую замечательную экскурсию. И я тогда сказал, что приеду сюда еще не один раз для того, чтобы послушать много-много различных историй, которые связаны именно с Володарским краем, с сельским поселением, с поселком, с фабрикой. Олег Хромов вручил подарочный сертификат на 50 тысяч рублей на дальнейшее развитие краеведческого музея. Еще одним замечательным подарком стал журнал, изданный к 30-летию советского здравоохранения, в котором рассказываются события о врачебной практике аж за 1797 год. Наше поселение является колыбелью здравоохранения. Описываются далее становления, описываются графики, заболеваемость. До войны Великой Отечественной здесь очень просветала дизентерия, брюшной тиф, чесотка была банальным заболеванием. В день празднования юбилея много было поздравлений и воспоминаний о том, как создавалась экспозиция исторического хранилища. Эти рассказы и сам музей для многих стал настоящим откровением. Находясь на территории поселка и занимаясь развитием, строительством на территории поселка почти 10 лет, первый раз удалось прикоснуться к этой истории, к тем познакомиться с теми людьми, которым удалось сохранить самобытность, наверное, сельского поселения, сказать им огромное спасибо и, наверное, низкие поклоны и поздравления за эту возможность. Юные жители поселения подготовили свои подарки к юбилею Народного музея. Поец ко мне, пооец ко мне, пооец ко мне, дорогие гости. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.